говорите только погромче плохо слышно это с пункта отбора на военную службу по контракту беспокоят. Хотим предложить вам службу по контракту. Что предлагаете? Куда вы хотите службу по контракту? На Мурманской области или... По деньгам что? По деньгам. Зависит от должности и звания в котором вы ранее вообще служили? Нет. Нет? Ну то есть должность и звание зависит от вашего. Куда, на какую должность. Если специальная военная операция, то это 200 тысяч. Ну вы как-то сформулируйте предложение. Я все время спрашиваю у вас что-то. Я говорю вам куда интересно? По Бурманску? Мне интересно где платят деньги. Давайте я так вам скажу. Как вас зовут, чтобы с вами общаться нормально? Данил можете обращаться. Данил, бабки какие платят? Вот мне что интересует. Смотрите, если специальная военная операция, то заработная плата от 200 тысяч рублей будет. Также единоразовая выплата в размере 195 тысяч при заключении контракта. Угу. Вот. Основная вот такая. Как же, получается, у вас будут... Вы в Мурманской области, да, ведь прописаны? Да. А члены семьи у вас тоже прописаны в Мурманской области? Я один. А, ну, там просто еще губернаторская 100 тысяч членов семьи, кто проживает в Мурманской области. Не, я один. Уплыли губернаторские денежки? Ну, к сожалению, да. Там можно будет после специальной военной операции обратиться в соцзащиту, вам тоже могут быть. Понятно. А какие гарантии, что я вернусь, там, контракт на сколько, период, срок года, срок года? Да. Контракт можно заключить от года, но такая, к сожалению, тенденция, пока специальная операция идет, военнослужащие увольняются по контракту. Но, опять же, если вы говорите про гарантии, туда можно вас отправить, допустим, в новое формирование, а бригада формируется, вот, в Ловозере. Там тоже они будут участвовать в специальной операции, и как бы там можно. То есть, правильно я понимаю, если я, допустим, подписываю контракт, ну, без участия в СВО, да, ну, там, условно, где-нибудь там в штабе сидеть, там, не знаю, писарем, да, условно говоря, то меня могут все равно на СВО послать? Ну, да, к сожалению, да. В некоторые части не отправляют, а некоторые бывают... Я с юридической точки зрения спрашиваю. Понятно, что там где-то отправляют, не отправляют. Сегодня не отправляют, завтра всех под ружье и поехали. Контракт есть, вот пункт такой-то, иди давай. Мы тебе деньги заплатим там 200 тысяч или сколько там, от 200 тысяч. От и до скольки максимально? Ну, в районе 260, вот где-то так. Это откуда такая информация? Ну, максимально? Да. Ну, люди, которые там находятся. Это вы сейчас оперируете информацией от людей, которые там находятся? Или у вас официально есть информация, что 260 тысяч будет получать человек? Нет, официальная информация от 200 тысяч. Ну, знаете, вот это от 200 тысяч, это как-то, ну, ни о чем. Вот мне известно про 205 тысяч. Вы 5 тысяч куда дели? Да. Ну, уточните точную сумму, понимаете? Я люблю, чтобы было все точно. Точно я не могу сказать, потому что, смотрите, я не могу знать, где вы находитесь, где вы будете находиться, в каких вы участвовать будете боях, будете ли вы в штурмовых подразделениях участвовать в боевых действиях. То есть это еще от этого зависит? То есть вот эти 200 тысяч, о которых вы говорите, еще не факт, что я их получу, потому что в зависимости на какой территории я буду находиться, в какой снаряд меня будут лететь, я не понимаю логики. В чем логика? СВО, это есть СВО. Ну да, просто, допустим, кто участвует в штурме, а у них за каждый километр доплачивается 6 тысяч. Так, это где-то прописано или опять же с ваших слов? Нет, это прописано, можете посмотреть. Расскажите, где прописано, я посмотрю. Так я сейчас знаете, сколько километров намотаю? Нет, это не так же, что вы можете намотать километров. Это при участии в штурмовых действиях. Вот штурмовать будет по прямой, там километров 10 умножить сколько на 6, ну 60 тысяч. Он 10 километров проштурмовал, 60 тысяч. Какой нормативный документ посмотреть, где это написано? Говорите. Сейчас, секунду, подождите, можно? Смотрите, по сайту Министерства обороны есть, где вы можете посмотреть это официально. Это я посмотрю, но нормативный документ как называется? Что это? Постановление правительства Российской Федерации, указ президента. Что? Какой документ? Говорите, сейчас в Яндексе вобью, посмотрю. Так, по-моему, 200 приказ, если я не ошибаюсь, идет. Слушайте, как не ошибаетесь? Вы звоните, предлагаете конкретные мероприятия за деньги. Ну так вы назовите какие-то нормативы, на которые я могу проверить, сослаться в случае чего. Я же должен как-то, ну, понимать. Это приказ Министерства обороны Российской Федерации. От 06-го, 2001-го, 200-й приказ. Так, от 06-го, 06-го, какого года? 2001-го, редактировался он в 2010-м. 21-го, так, номер 200, да? Сейчас посмотрим, так. Так, приказ МЧС. Приказ МЧС только есть. Так, от 06-го, 06-го, точно? Да, 200-й приказ Министерства обороны. Ага, есть такое дело. Открываю. Так, в каком пункте и сказано об этом деле? Ага, фиг его откроешь, он еще и закрыт. У меня тут другой нормативчик. Да, вот, все открыл. В каком пункте посмотреть по поводу 6 тысяч рублей за километр? Да. 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 Приказик так нехилый по объемчику. Тут его замучайся читать. Ну, да. 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 Четвертый пункт. Какой? А? Какой пункт? Четвертый, размещение денежного поощрения. Ну, вот в этом пункте. Сейчас, подождите. Так, снабжение воинскими перевозочными документами. Воинскими перевозочными документами снабжаются бюджетные организации, находясь в ведении Министерства обороны Российской Федерации, в которых военнослужащие и члены их семей имеют право на проезд и перевоз личного. Так. Конкретно, где тут подпункты есть еще? Куда смотреть? Точно так, к сожалению, я не скажу. Это 200-м приказом регламентируются эти выплаты. Так, как Вас? Данил зовут, я забыл? Да. Данил, давайте Вы все-таки подготовитесь сначала. Для начала Вы должны сами понимать, что Вы предлагаете. Если Вы не знаете, что Вы предлагаете, как я могу согласиться либо отказаться? Мне интересен данный вопрос. Но на данный момент Вы не можете дать никакой конкретики. Потому что из разных вопросов, которые я задаю, выясняется, что есть какие-то нюансы. Этих нюансов очень много. От того, где я буду находиться, как я буду находиться, в какой части, на какой территории, что я буду делать. Если я буду, условно говоря, картошку на кухне чистить, да? Ну, мне какие деньги положить? Как тому человеку, который с автоматом нападает, какие-то боевые действия непосредственно участвует? Да, хорошо. Давайте тогда я Вам позже перезвоню. Да, подготовьтесь, пожалуйста, так, чтобы я смог Вам конкретно задать, за что получает человек деньги, который идет на определенные мероприятия для того, чтобы, ну, я не знаю, для чего он идет, но для того, чтобы как минимум заработать там, либо еще для чего-то. Раз по контракту, я так понимаю, заработать. Хорошо? Хорошо, все. Всего хорошего, до свидания. Всего.